Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и наш сегодняшний ролик будет посвящен закону Ома, одному из основных законов электротехники. И закон Ома связывает между собой напряжение приложенное к проводнику и текущий по этому проводнику ток. И начнем мы с простого опыта. Напряжение будет создаваться с помощью трех одинаковых электрохимических элементов, попросту батареек. Ток будет течь через катушку реостата, а силу тока в цепи мы будем измерять миллиамперметром. Сейчас напряжение создается одним элементом и сила тока составляет 35 миллиампер. Подключим последовательно два элемента. Напряжение увеличилось в два раза и сила тока тоже увеличилась в два раза до 65 миллиампер. Подключим последовательно все три элемента. Напряжение увеличилось в три раза и сила тока тоже увеличилась в три раза до 95 миллиампер. Нанесем точки на график и видно, что они лежат близко к прямой линии, проходящей через начало координат. Это означает, что ток, проходящий через намотанный на катушку реостата провод пропорционален числу элементов, а значит и напряжению, приложенному к концам этого провода. Но вообще-то напряжение измеряется не в батарейках, а в вольтах. И у нас есть отдельный ролик, который так и называется, что такое напряжение. Советуем вам его посмотреть. Сейчас я измерю напряжение на батарейках и вот на одной батарейке у нас получается 1,53 вольта, на 2 3,7 вольта ровно в два раза больше и на 3 4,6 вольта в три раза больше, чем на одной батарейке. У нас тут прямая пропорциональная зависимость. И эту зависимость мы можем представить и на графике. И вот можно сказать, что сила тока, протекающего через проводник, пропорционально приложенному к нему напряжению. А можно сказать наоборот, что напряжение, падающее на проводнике, пропорционально протекающему через него току. И именно в такой форме и записывается закон Ома U равно I умножить на R, где R это коэффициент пропорциональности, который называется сопротивлением проводника. В чем же измеряется сопротивление? Напряжение измеряется в вольтах, сила тока в амперах, ну тогда сопротивление должно измеряться в вольтах, деленных на ампер. Но у этой единицы есть специальное название Ом. 1 Ом это сопротивление такого проводника, что если к нему приложено напряжение в 1 вольт, то по нему течет ток силой в 1 ампер. И эта единица названа в честь немецкого физика Георга Ома, который открыл закон, названный впоследствии его именем. Здесь вы видите копию установки, с помощью которой он проводил свои эксперименты. А вот рисунок этой установки из его книги. Устроена она достаточно сложно, и сейчас мы обсудим ее принципиальную схему. Постоянное напряжение в установке Ома создается с помощью термопары, концы которой поддерживаются при температурах 0 и 100 градусов Цельсия. К толстым медным шинам подсоединяются тонкие проводники, сопротивление которых и будет исследоваться. Величина протекающего по цепи тока измеряется по углу отклонения магнитной стрелки. А еще я должен сказать, что Ом работал учителем физики в гимназии. Но посмотрите, он в своих исследованиях применял новейшие достижения современной ему науки. Ну, а сейчас мы вернемся к нашей катушке, которую мы использовали в опытах, и узнаем, чему же равно ее сопротивление. Два элемента выдавали напряжение 3,07 В, а сила тока при этом была равна 0,065 А. Делим напряжение на силу тока и получаем сопротивление 47 Ом. А теперь давайте измерим сопротивление катушки с помощью мультиметра. При этом надо понимать, что работа мультиметра сама основана на использовании закона Ома. Включаю кнопку, и мультиметр показывает примерно 44 Ома. А мы в наших расчетах получили 47 Ом на 3 Ома больше. С чем же связана эта разница? А дело в том, что элементы имеют внутреннее сопротивление, о котором у нас есть отдельный ролик, который так и называется «Внутреннее сопротивление». А еще надо сказать, что поправка невелика, потому что мы специально взяли катушку с достаточно большим сопротивлением по сравнению с внутренним сопротивлением элементов. Закон Ома является теоретическим обоснованием электротехники. А на практике при построении электрических схем нам нужны элементы с заранее известным сопротивлением. И такие элементы называются резисторами. А на схемах резистор обозначается прямоугольничком с двумя выводами. А теперь я возьму какой-нибудь резистор из этого набора. И посмотрю, как протекающий через него ток зависит от падающего на нем напряжения. Все измерения я уже буду производить с помощью станции, где вольтметр и амперметр встроены внутрь этой конструкции. И мы видим, что опять ток пропорционален приложенному напряжению. И говорят, что вольтамперная характеристика резистора является линейной. Здесь выполняется закон Ома. А теперь посчитаем сопротивление этого резистора. При напряжении в 3 вольта ток составлял 0,056 А. Делим одно на другое и получаем 54 Ома. А вместо того, чтобы писать Ом, здесь написана греческая буква Омега. А это делается для того, чтобы букву О не путать с нулем. Проверяю результат подсчета с помощью мультиметра. Получаю 54,2 или 3 десятых. И эти 3 десятых как раз можно списать на счет подводящих проводов. И вот Андрей показал очередную линейную зависимость между током и напряжением. Но, однако, такие линейные зависимости выполняются не всегда. И сейчас я сделаю простой опыт, чтобы вам это продемонстрировать. Я сниму вольтамперную характеристику обычной лампочки накаливания. И при малых напряжениях ток нарастает весьма резко. А когда лампочка начинает светиться, ток растет гораздо медленнее. Дело в том, что сопротивление вольфрамовой нити накаливания увеличивается с ростом температуры. И пока нить была холодной, это сопротивление составляло около 2 Ом. А при рабочем напряжении 3,5 В оно увеличилось до 17 Ом. И вот получается, что для лампы накаливания вольтамперная характеристика является нелинейной. Закон Ома не выполняется. Но, тем не менее, мы можем взять какую-нибудь точку вольтамперной характеристики, поделить соответствующее напряжение на силу тока и найти сопротивление. Но для данного конкретного напряжения. А сейчас я сделаю еще опыты аналогичные для другого нелинейного элемента, для вот этого светодиода. Сниму его вольтамперную характеристику. Напряжение растет, а ток очень слабый, светодиод не горит. И только после 2,5 В ток начинает резко расти, а светодиод светится. Получается, что для светодиода закон Ома тоже не выполняется. Ниже порогового напряжения в 2,5 В диод закрыт, и его сопротивление огромно. А выше порогового напряжения сопротивление очень быстро падает. А теперь мы вернемся к закону Ома и спросим, а почему так получается, что протекающий через проводник электрический ток пропорционален приложенному к концам этого проводника напряжению. И здесь для простого объяснения нам на помощь приходит гидравлическая аналогия. Вода, текущая по длинной тонкой трубе, испытывает вязкое сопротивление. Чтобы поддерживать поток воды через трубу и преодолевать это сопротивление, надо создать разность давлений на входе в трубу и на выходе из нее. И расход воды будет пропорционален этой разности давлений. Точно так же, чтобы по проводнику протекал электрический ток, надо создать электрическое напряжение между его концами. В этой аналогии расходу воды соответствует сила тока, разности давлений, напряжение, а гидравлическому сопротивлению трубы соответствует электрическое сопротивление проводника. И закон Ома утверждает, что сила тока в проводнике пропорционально приложенному к его концам напряжению. А что касается вязкого протекания через длинную тонкую трубку, я его даже продемонстрирую с помощью вот этого устройства. Только протекать у меня будет не вода, а воздух через иголку от шприца. А работает это устройство таким образом. Я открываю кран, поднимаю поршень с грузом, временно удерживая его, закрываю кран, теперь воздух сможет проходить только через иголку, и отпускаю поршень. И засекаю время, за которое воздух под действием груза полностью выйдет из цилиндра. Меняя массу грузов, мы создавали разные давления на поршень. И вот график зависимости расхода воздуха от этого давления. Видно, что экспериментальные точки лежат вблизи прямой линии, проходящей через начало координат. И расход действительно пропорционален приложенному давлению. Конечно, аналогия, о которой рассказал Андрей, позволяет наглядно представить себе соотношение между напряжением и электрическим током. Но мы-то с вами знаем, что носителями электрического тока в металлах являются электроны. И вот в 1900 году, спустя всего три года после открытия электрона, немецкий физик Пауль Друде предложил модель электронной проводимости, которая позволяет вывести закон Ома. Друде предположил, что электроны проводимости в металле движутся хаотично и иногда сталкиваются с атомами решетки. В отсутствии внешнего электрического поля направленного движения электронов нет, и ток равен нулю. При наличии внешнего поля Е электроны движутся с ускорением А против поля, и за среднее время между соударениями Тау приобретают дрейфовую скорость А Тау пополам. Чтобы найти плотность тока Ж, надо умножить дрейфовую скорость на плотность свободных электронов и на их заряд. В результате получаем, что плотность тока пропорциональна внешнему электрическому полю, а коэффициент пропорциональности Сигма называется проводимостью металла. И вот мы получили закон Ома в дифференциальной форме. Ж равно Сигма Е. А чтобы перейти к обычной формулировке, нужно вспомнить, что ток пропорционален плотности тока, а электрическое поле пропорционально приложенному напряжению. Ну и стало быть, ток пропорционален напряжению. И вот настало время подводить итоги. Конечно, у нас будет еще один ролик про последовательное и параллельное соединение проводников, про удельное сопротивление. А сейчас можно немножко повеселиться и посмотреть на вот эту картинку, не знаю, кто ее первым придумал, где вольт пропихивает ампера через узкое горлышко, а Ом пережимает это горлышко. Чем больше сопротивление, тем меньше ток, а чем больше напряжение, тем больше ток. Ну, а не шуточно. Можно еще нарисовать вот такой треугольник. Его часто рисуют. Наверху написано У, а внизу И и ИР. И отсюда получаются сразу мнемонически целых три формулы. У равняется И умножить на Р. И равняется У поделить на Р. А Р равняется У поделить на И. И здесь мы с вами расстаемся. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин